Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем видео мы начинаем цикл по рисованию носа. Цикл разных уроков, разных зарисовок, в том числе схем, анатомических подробностей, которые помогут в дальнейшем в изучении этой сложной формы. Как видите, начинаем мы, как всегда, с самым легким карандашом. В данном случае у нас нет какого-то конкретного референса. У нас есть задача изобразить нос с горбинкой в профиль и понять, как образуется эта горбинка, изучить некоторые схематические особенности построения носа, какие плоскости у нас есть. В данном случае мы видим небольшую подсказку. Это разбивка носа на разной плоскости. Разбивок может быть много, это один из вариантов. В данном случае нос у нас в полупрофиле, но и эта схема очень полезна для изучения полного профиля носа. Мы стараемся как можно меньше пользоваться стеркой, а в данном случае у нас клячка. Это та же стерка, но она более мягко снимает тон и, в принципе, позволяет работать достаточно чисто, тонко и аккуратно. Вот перед нами еще одна схема, кстати, фронтальное изображение носа и разбивка на плоскости. Схема хорошо показывает округлые формы носа, дальние площадки, и действительно такие вот схемки очень полезны в работе с рисунком, да и в живописи, в том числе для того, чтобы передать более тонкие тональные отношения. Кстати, работа сейчас ведется механическим карандашом. Это очень удобно для того, чтобы работать с мелкими деталями, ну и, соответственно, площадь работы должна быть небольшая. В частности, если стоит задача изучения формы вот такого легкого рисунка, а не длительной многочасовой студии, то такой карандашик вообще замечательное спасение. В классическом профиле слизник всегда находится на одном уровне с дальним краем ноздри, но это бывает далеко не всегда и очень часто бывает, что слизник, наоборот, расположен дальше. КОНЕЦ Рисуя такой профиль, нужно иметь в виду ту костную структуру, которая находится под кожей. Конечно же, это череп. Работая над нашей задачей, мы видим, что нижний край скулы находится чуть выше, чем окончание носа. А именно, глазница, носовая впадина находится ниже, чем окончание носовых костей и нижний край скулы. На схеме в левом нижнем углу мы видим, что свет находится на переносице. Стараемся эту концепцию держать в голове и не затирать это место. Завершая рисунок, еще раз обратимся к костно-хрящевой структуре на схеме, приведенной в правом нижнем углу. Здесь наглядно видно, где света проходят по костям и по хрящам, и ровно по такой же форме они ложатся у нас на коже. То есть, что нужно понимать? Свет ложится по форме. Это не просто какой-то абстрактный блик, но, например, на хряще он ложится более диагонально. Почему? Потому что площадка хряща у нас находится... Соответственно, свет у нас будет самый яркий на самой выступающей точке каждого объекта и дальше он будет рассеиваться. В данном случае, например, на боковом носовом хряще свет идет по диагонали от самой выпуклой части дальней от нас.